Здравствуйте, дорогие друзья, любители текстиля! Сегодня мы поговорим об одном из самых редких и эксклюзивных видов текстильных волокон, о волокне лотоса. Наверняка немногие из вас вообще знают, что из стебля лотоса можно получать какое-то волокно. А сегодняшний ролик я назвал лотос как божественное волокно буддистов. В индуизме есть такое понятие как падма. Это один из древнейших и главных священных символов в индуизме, в буддизме и в джайнизме во всей Юго-Восточной Азии. Почитается лотос как символ божественной красоты и духовной чистоты. Не только в Индии, но и во всех странах, которые проповедуют буддизм и эти религии. В чем же секрет цветка лотоса? Дело в том, что цветок растет в мутных и грязных болотных водах. Но этот факт абсолютно не влияет на его неповторимую и безмятежную красоту. Лотос прекрасен и самодостаточен даже после того, как он прошел через мутные болотные воды. Каждое утром поднимается из мутной воды и распускается, представляя мира свою божественную красоту. А на ночь он опять погружается в воды болота. Вот такая интересная история, такой интересный символ. Во многих странах Юго-Восточной Азии женщины и мужчины приносят в храмы цветки лотоса и украшают ими статуи Будды, подносят как подарки Будды. А также украшают цветами лотоса свои волосы. Также в Египте цветок лотоса ассоциируется с богом солнцем Ра, потому что цветок уходит под воду, а утром вновь поднимается. В одном из космогонических мифов сказано, что при сотворении мир из вод хаоса поднялся гигантский лотос, в котором сидел бог солнца Ра. Ну и многим вам известно поза безмятежности, поза лотоса, эффект лотоса как эффект сухости. Ну и в буддизме говорится, что человек, который хранит в себе истинную веру, он как лотос. Несмотря на страдания и различные переживания, которые сопутствуют ему всю жизнь, он остается таким же чистым и непорочным, если в его душе истинная вера. Итак, поговорим все-таки о цветках лотоса. Посмотрите, как они прекрасны. Целое поле из красных, розовых, фиолетовых цветов застилает озеро в период цветения, а цветет лотос в период с апреля по октябрь. Утром это представляет собой просто невероятное зрелище. Ну и кстати, не обязательно для того, чтобы посмотреть на эту красоту и далеко ехать. На сегодняшний день в Астрахани, в Астраханской области есть заповедники, где за небольшую плату вас могут на лодочке покатать по цветущим лотосовым полям. Итак, что же такое лотос? Ну, во-первых, это многолетнее травянистое растение, единственный представитель семейства лотосовых. Стебель у него округлый и длинный, достигая длиной до 1 метра, а корневище вместе со стеблем может достигать и 3 метров. Сто лет назад женщина Мьянме, которую звали Доса, абсолютно случайно сделала ткань из лотоса. Она собиралась в храм, чтобы принести подношение Будде, случайно сломала стебель лотоса и увидела, что внутри у него находятся волокна. Она вытянула эти волокна, сделала пряжу, ткань и принесла одежду настоятелю монастыря. После чего ему это настолько понравилось, буддийскому монаху, что это ремесло стало развиваться в этой провинции на берегу озера Инле в Мьянме. Постепенно это ремесленничество распространилось и дальше во Мьянму, и в другие страны, близлежащие в Камбоджу, Вьетнам. Но тем не менее массовым оно не стало. Во-первых, потому что очень мало людей, которые освоили это мастерство настолько, чтобы могли получать пряжу из волокна лотоса. Поэтому оно осталось таким ремеслом на небольшой территории. Дело в том, что цветок лотоса собирают в пик его цветения. И лучшие стебли считаются собраны именно на пике, а цветет он всего 3-4 дня. То есть вся технология и весь процесс должен происходить достаточно быстро. Традиционно, когда начались первые вот эти вот ремесленные хозяйства стали появляться, из лотосовой ткани делали одеяние для монахов. Ну монахов, которые относились к более высшей касте, потому что изделия достаточно сложные в изготовлении и, соответственно, дорогие. Вот на три региона распространились эти технологии. Ну теперь поговорим о том, каким же образом, как же можно из стебля лотоса сделать ткань. Ну пройдемся по этапам. Все-таки у нас блок такой больше технологический, немножко культурный. Первое это ручной сбор стеблей лотоса. Рано утром крестьяне на лодках выезжают на озера, полностью покрытые, как ковром, вот этими цветами лотоса и срывают стебли. Видите, какие они длинные. Вручную собирают тысячи штук этих стеблей. Затем привозят их уже в хозяйство, где начинается их обработка. Самое главное, самое сложное. Смотрите, женщина берет несколько стеблей в руку, 3, 5, 7 стеблей и отламывает их. И как видите, между ними, если начать разводить эти отломанные стержни в сторону, мы видим, появляются несколько волокон. Вот это и есть волокна лотоса. Они находятся внутри стебля растения. Затем они такие клейкие и эластичные. Затем женщина укладывает пучок извлеченных волокон на стол деревянный. Дальше надламывает эти стебли на 4-5 сантиметров дальше. И опять аккуратно раздвигая стебли в сторону, извлекает эти волокна и укладывает следующую порцию рядом с предыдущей. Затем следующую, следующую и так далее. Вот такая вот интересная технология. Немножко их подкручивает, чтобы придать связность и компактность. Вот видите, вот они, надломанные стержни и извлекаемые изнутри волокна. Очень необычная технология. Такой больше, конечно, не встречается нигде в текстильном производстве. После того, как получили вот эту длинную нить, сложенную из пучков волокон и стебля лотоса, ее необходимо превратить в пряжу. Для того, чтобы превратить пряжу, необходимо ее скрутить. Нить скручивается на обычных колесных прялках, которые были известны еще нашим бабушкам и прабабушкам. Полностью ручное придение. Вот мы видим нить. Она пересыпана зернами кукурузы высушенной, для того, чтобы нить не перепуталась. Здесь следует отметить важный момент. Нить нужно обрабатывать и получать пряжу сразу после извлечения волокон и стебля. Дело в том, что обработка должна происходить, пока нить находится во влажном состоянии. Если же дать нить высохнуть, она просто сломается и пряжу будет получить невозможно. Вот почему на сегодняшний день эта технология не может распространиться в другие страны, западные или какие-то другие. Потому что как только извлекли, сразу нужно получить пряжу и дальше отправить в качество. Поэтому стеблей лотоса собирают в день ровно столько, сколько можно переработать. Иначе придется просто это выкинуть. Вот посмотрите, мы видим традиционную камбоджийскую прялку, на которой работница вручную, вращая колесо, скручивает эту нить и получает пряжу. Конечно, там не может быть какой-то супер равномерности, как на современных прядиных машинах. После того, как пряжу получили, следующий процесс крошения. Из пряжи можно получать ткань в ее натуральном цвете, такой светло-серо-бежевый, а можно окрасить ее в какие-то более яркие цвета. Ну и кстати, крошение идет также только натуральными красителями. Это или кора деревьев, или сами цветки лотоса, или какие-то другие натуральные красители. После этого происходит процесс снования. Снуется небольшой ширины ткацкая основа, которая отправляется опять же на ручные ткацкие станки. Вы видите, все ручное. Извлечение волокна вручную, придение вручную, снование вручную, ткачество тоже вручную. И вручную на ткацких ручных станках получают ткань. Теперь разберемся, в чем же особенности, как выглядит, что из себя представляет это волокно. Во-первых, это целлюлозное волокно, которое под микроскопом больше всего внешне похоже на волокно хлопка. Оно имеет также такую лентообразную винтовую поверхность, спиралиобразную. Вот такую исчерченность, ярко выраженную под электронным микроскопом, мы видим. А раз мы видим вот эту исчерченность и извитость, значит волокно будет обладать хорошей воздухопроницаемостью, хорошей гигроскопичностью. То есть это натуральное целлюлозное волокно, выделенное из стебля. С ботанической точки зрения, это утолщенная вторичная стенка в трахеи ксилемы растения. Имеет вот эти множество каналов, которые являются транспортной системой для воды и полезных веществ, которые поднимаются со дна болота и питают стебель и цветок растения. Пучок такого волокна состоит от 3 до 10 отдельных волокон. И поперечное сечение обычно круглое или почти круглое. Что же касается свойств волокна? Посмотрите, плотность 1,18 грамм на кубический сантиметр, что меньше плотности основных натуральных и химических волокон. А раз плотность волокна меньше, вы понимаете, что изделия из этого волокна будут что? Очень легкими, правильно. Линейная плотность волокна 0,155 текст, что в принципе соответствует практически линейной плотности хлопкого волокна. Гигроскопичность 12,3%, значит волокно хорошо впитывает влагу, будет комфортным. Разрывная нагрузка 34,4 сантиметра на текст, это почти в полтора раза прочнее, чем волокно хлопка. То есть еще волокно изделий будут и высокопрочными. Но невысокое разрывное удлинение, всего лишь около 3%. Длина волокна 31,50 мм, коэффициент вариации 25. И вот что мы важны, важный показатель, толщина волокна или его диаметр всего лишь 4-4,5 мкм. Это очень тонкое волокно, по сути это микроволокно. Если сравнить по толщине с другими волокнами, то что мы увидим? Самый лучший кашемир, толщина 13 мкм. Викунья 12 мкм. Лучшая шерсть, ультра супер файн беренос 9-10 мкм. Хлопок от 8 до 15, лен вообще больше 10 и так далее. То есть мы видим, это волокно тоньше всех волокон, которые известны, даже тоньше хлопка. А длина его достаточно большая, 31,50 мм, что соответствует одному из лучших хлопковых волокон в мире, сорту Sea Island. Вот если мы посмотрим, Sea Island где-то до 46 мм, хлопок поменьше до 30, ну и в сравнении с другими волокнами. То есть получается, что лотос по сути это натуральное микроволокно. Вот в одном из моих предыдущих роликов вы можете почитать, посмотреть по искусственное синтетическое микроволокно. А это по сути натуральное микроволокно. Здорово, да? То есть каждый вот этот волокон состоит из множества тоненьких-тоненьких монофиламентов, которые уже далее не делятся в поперечном, в продольном направлении. А значит это лотосовое волокно будет обладать всем тем комплексом свойств, которым обладают и микроволокна. Но получить такую ткань, конечно, задача непростая. Ткут её на традиционных камбожейских станках ручных. Сначала вручную получают основу. В процессе ткачества необходимо нити смачивать водой, так как я вам говорил, что нити всё время должны находиться в мокром состоянии. Вот мы видим здесь на слайдах вручную вот это вот ремиски, которые поднимают нити основу, бердо. Все операции происходят вручную. Подвязка нити основы, видите, они уже предварительно окрашены. И мастера достаточно эксклюзивные, которые такие операции могут выполнять. Ткани не широкие, 60 сантиметров получают ткани на ткацком станке. Вот мы видим основу из нитей лотоса, окрашенных в синий цвет. Вот это уже готовая полученная ткань, которая полосатая за счёт разноцветных нитей утка, которые применялись. Это полученные изделия, шарфики из лотосовой ткани. Итак, мы узнали, что это задача со звёздочкой получить такую ткань. Действительно, посмотрите, для того, чтобы получить небольшой платок из лотоса, необходимо 4000 стеблей собрать, а для комплекта монашеской одежды 220 тысяч стеблей и 10 дней работы всех, кто участвует в этом технологическом процессе. Для мужского пиджака 26 тысяч стеблей, 13 тысяч метров ткани и 600 грамм пряжи. Производители с одной пряжи всего лишь 120 грамм пряжи в день, а ткачихи 50 метров ткани в месяц. Почувствовали, насколько эксклюзивный этот материал? 20 человек может произвести в месяц всего лишь 10-20 шарфов, а стоимость такого шарфика, самого маленького платочка от 70 долларов и выше. Ну и, конечно, необходимо отметить всё-таки свойства этих изделий из лотосового волокна. Высокая гигроскопичность, мягкость за счёт того, что много волокон в поперечном сечении пряжи, и оно очень тонкое, очень лёгкие изделия за счёт малой плотности, хорошее воздухопроницаемое за счёт извитой структуры и большого числа волокон в поперечном сечении, низкое сминаемое за счёт высокой эластичности, абсолютная экологичность. Это волокно по праву можно считать самым экологичным волокном в мире. Почему? Во-первых, полностью натуральное. Во-вторых, все процессы идут вручную и даже без электричества. На этом озере Инли просто нет электричества. Поэтому при день и основании от качества всё происходит вручную. Никакого вреда окружающей среде. Красители и то натуральные. Самое экологичное волокно. Водоотталкивание. Вспомним про эффект лотоса, который сейчас люди пытаются синтезировать искусственно и за счёт специальных пропиток получать на ткани. Внешний вид у таких изделий сырой шёлк. И это изделие, и этот процесс так бы оставался эксклюзивным. Где-то ремесленничество на берегах некоторых озёр Мьянмы. Если бы не хорошо нам известный человек Пьер Луиджи Лорапьяно. Наверное, многие слышали про него. Где-то я уже про него упоминал. Это владелец одного из самых шикарных домов моды в Италии, который выпускает только лакшери-сегмент, одежду для самых богатых людей в мире из кашемира, из викунии, из лучших сортов мереносовой шерсти. Ну и, конечно же, он не мог обойти такой лакшери-сегмент, как волокно из лотоса. Произошло это следующим образом. В 2009 году к нему приехал друг Атаяма-сан из Японии. Ему было уже более 80 лет. И он ему преподнёс дорогой Лорапьяно вот тебе отрез ткани из лотоса. Ну а дальше всё происходило, как в одном фильме Гая Рище, наверное, хорошо вам известном. Почувствовав тяжёлый эксклюзив, Лорапьяно прибыл в Янму, где исследовал все эти процессы происходящие, как получают ткань, кто работает и так далее. И вот через несколько лет он уже арендует все ремесленные фабрики на острове Инли. Всего около 300 человек, которые начинают эксклюзивно работать только на компанию Лорапьяно. Из них 20 человек заняты на фабрике, все остальные собирают лотос. Конечно, вначале он хотел эту технологию воспроизвести в Италии, но оказалось, что это невозможно, потому что невозможно вывозить волокно, невозможно вывозить пряжу, потому что она должна всё время нахать во влажном состоянии и должна обрабатываться моментально. Но поэтому ему не оставалось ничего другого, как вывозить ткани. В Италии эти ткани проходили соответствующую обработку, чтобы выглядеть более современно, умягчение, некоторую отделку для придания блеска, а затем и только под заказ уже шились эксклюзивные вещи для людей очень богатых. Назвали такую ткань Лорапьяно Лотос Флауэр. Эта ткань дороже, чем лучший Кашемир Лорапьяно, но немного дешевле, чем Викуни. А вот и сам Пьер Луиджи, главный по эксклюзиву. Такой блейзер, пошитый из ткани Лотоса, будет стоить примерно от 5600 евро. То есть такой прямо тяжелый люкс. Посмотрите, как выглядит шарфик из ткани, из лотоса компании Лорапьяно. Вот он, шарфик, палантин. А вот пиджак, пошитый, пиджак, блейзер, пошитый из лотосовой ткани. Ну какие, честно говоря, первые ассоциации возникают, глядя на этот пиджак? Как вы видите, он весь вот в таких узелках. То есть наш, на первый взгляд, обыватель выглядит абсолютно неприглядно. Почему? Потому что в процессе ручного придения, ручного ткачаства, пряжа рвется, ее завязывают узелками. Никакого там, конечно, вырезания узелков и сплайсерных соединений нет. Поэтому внешний вид у нее такой достаточно, ну скажем так, своеобразный. Если бы вот я или вы увидели человека в таком пиджаке, в таком костюме, где-нибудь на улице, в Беларуси или в России, вы бы подумали, что человек нашел что-то очень старое, на помойке или у бабушки в сундуке и так далее. Но если вы такого человека встретили в Милане или в Париже, и он был бы одет как джентльмен в дорогих туфлях и так далее, вы бы подумали, наверное, это что-то эксклюзивное. Это действительно эксклюзивное. Это пиджак из лотоса Лора Пьяно, который сам Лора Пьяно советует носить летом. Исключительно комфортный, не мнется, очень приятный. Хорошо сочетается с джинсами, со светлыми туфлями и подходит для жарких стран. Надеюсь, вам было интересно узнать о таком эксорезенном волокне. Спасибо за внимание. Всего хорошего.